МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень много сейчас ко мне обращаются, в Инстаграм уже начали обращаться в части выплат на детей войны. В прошлом году мы выплачивали, в этом году мы также должны продолжить работу. Я думаю, в марте необходимо эти деньги будет заплатить. Да, конечно, обязательно. Средства в бюджете предусмотрены на эти цели. Около 700 миллионов рублей у нас на текущий момент, по данным Пенсионного фонда, 140 тысяч граждан возраста, подходящего под категорию «Дети войны». Списки формируются, готовятся. То есть я думаю, что к марту в полном объеме эта вся работа будет выполнена. Обсудили на рабочей встрече и социальные контракты. Это государственные субсидии малоимущим семьям на развитие собственного бизнеса. В этом году на индивидуальные стартапы Край планирует направить рекордные 650 миллионов рублей. Этого должно хватить на 8 тысяч контрактов с жителями региона. В Благодарненском округе капитально отремонтировали 4-х километровый участок магистрального водовода. Работу проводили на объекте близ села Александрия. В ходе реконструкции специалисты заменили изношенные железобетонные трубы на долговечные полиэтиленовые. Эффект от модернизации уже ощутили жители Петровского, Туркменского, Буденновского, Благодарненского и Арсгирского округов. В Кочубеевском округе в этом году отремонтируют отрезок автодороги Кочубеевская-Балахоновская-Армавир. Там обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут свежую разметку. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отметим, что в прошлом году на этом объекте уже обновили два 5-километровых участка. В 2021-м в планах привести в порядок более 2-х километров трассы. Станицы Незлобной Георгиевского округа капитально отремонтировали школу. Там обновили классы и коридоры, а также установили новую мебель и оборудование. Масштабное преображение завершили к 55-летнему юбилею образовательного учреждения. Реконструкцию провели по национальному проекту образования. В Кисловодске в этом году начнут строить новую хореографическую школу. Там смогут заниматься 400 детей. Объект возведут в центре города. Там расположатся теоретические танцевальные классы, раздевалки и актовый зал. Объект построят в рамках краевой госпрограммы сохранения и развития культуры. Продолжение следует... Продолжение следует...